Так, ну что? Как говорится, жопа снаружи, жопа внутри. Обожаю, блядь, старые ваги. Если бы их не было, все механики уже, наверное, давно обанкротились. Если вы профессионал, только не от слова «анал», а от слова «профессия», вы должны уметь ремонтировать это говнище. На данном космическом экземпляре обоссались клапанные крышки. Давайте попробуем поменять на них прокладки. Как всегда, снимаем сначала всю пластиковую хуету, чтобы подлезть к ёбаным болтам, к которым хуй подлезешь. В шланге с хуетой желательно заткнуть какой-нибудь хуетой. Не забывайте, что это старое немецкое ведрище. Иначе их можно наебнуть. Итак, как только мы вытащили все провода и убрали все лишнее говнище, начинаем потихонечку откручивать клапанные крышки. Золотое правило, если что-то мешает открутить, желательно не ронять ничего в подкапотное пространство, потому что гаечки все мелкие, и вы их потом заебетесь доставать. Итак, как только все открутили, демонтируем демонтируемое. Желательно при этом не загомачить машину. Осматриваем клапанные крышки и приступаем к мойке и подготовке. В этот раз помоем керхером, потому что на улице тепло, а руками как-то впадут. Запшикиваем очистителем, смываем все аккуратненько водой, можно прям хорошим давлением, потому что нихуя страшного. И ждем, пока они стекут. Тщательно все выдуваем, демонтируем старые прокладки, потому что прокладки надо ставить новые, если вы, конечно, не еблан. Берете похуй, какой очиститель, и вымываете все до состояния ебать привет как чисто, чтобы избежать гарантийных случаев. И да, перед установкой новых прокладок, именно в этом случае, нужно пройти с герметиком углы соприкосновения шеек с головкой. Далее ставите новые прокладки, они здесь одинаковые, на левую и на правую голову. И собираете все в обратном порядке, либо забиваете хуй, потому что работа эта беспонтовая. Все равно с этого ведрища что-нибудь потечет. А жопа, кстати, зачетная.